Всем привет, друзья! Я нахожусь сейчас в огороде своей подруги, подруги своего детства. Вот, у нас сегодня уже 16 июня, мы хотим сходить на пляж. О, а там же озеро! Да, там озеро. Мы в плавь, что ли, пойдем? Да, в плавь, плавь. Нам, конечно, сейчас не до купания. Дядя Сережа вот уже... Кстати, дядя Сережа нас раньше в детстве все время снимал. У нас есть такая огромная хроника, у него, кстати, сохранилась. У нас уже нет. Вот он обещает нам ее отцифровать. Я говорю в эфир это, дядя Сережа, теперь уже все, не отделайтесь. Это еще не эфир. Это еще не эфир. Так, дети, осторожно. В общем, мы идем на пляж. Девран, смотри, не бухнись. Смотрите, тут фрут. Какое место для рыбалки, смотри. Надо мне камеру перевернуть где-то. О, отсюда не видно, надо вот так вот встать. Вот оно, это место для рыбалки. Так, я камеру переключаю, а то народ уже ушел. Вот, они уже в дебри уходят. Мы хотим посмотреть. Мы хотим посмотреть, в каком состоянии наш пляж. Скорее всего, он затоплен, потому что... Вот тут, видите, в лесу какие цветы растут. Потому что каждый день идут дожди. Олесь, я знаешь, что хочу сказать? В прошлый раз я все переживала, что вот, много туристов, все здесь за собой не убирают. А тут, мне кажется, природа сама по себе уже регулирует наплыв туристов. Видишь в этом году, какая непогода, зато никого нет. Вот именно от всех этих загрязнений, которые они после себя оставляют. Смотрите, какой пруд. Зато в этом году чисто, никто не будет это... Смотрите, уже лесная ягода. Ну, она маленькая еще, но уже завязывается, да? Ага, точно. Все, уже скоро. Еще рано. Через неделю-две будет. И погода будет хорошая. Если бы солнце еще вышло, ну, говорят, до вторника будет плохая погода. Кстати, Аслан сегодня впервые узнал, что такое крапива. Да, сынок? В смысле, в Турции нарастет крапива? Растет, растет. Просто он это, не знакомился с ней ни разу. У меня есть соседка. У нас же там, где мы живем, у нас много полей. Прямо вот рядом-рядом по соседству поля. И моя соседка иногда ходит, собирает. Но она там, конечно, не высаживает ее специально. Вот так надо. Получается, она ходит, собирает, чтобы суп сварит. Мам, я разучился. В Турции, наверное, суп из крапивы дикостью считается. Ну, конечно, но она же из СССР. Зачем мне жут этот угасательный платье? Она знает, что это такое. Что, да, тусил крапиву? Нет. Я не трогала. А почему жут тогда? Смотрите. Просто так. Просто вот, обычная рука. Обычная рука. Вот крапива. О, не боится. Примечаю, потому что все тропинки стали узкие. А я на воду иду? Это тропинка, да. А на воду и, скорее всего, заборы все понастали. И заборы, и деревья разрослись. По каким тропинкам не иди, они все узкие. А может, нам, когда мы были младше, казалось все больше? Это тоже, кстати. Смотри, какая сиреневая. У нас уже вся отцвела. Да, прям сиреневая, сиреневая. Я пошел. Да, классный. И запах. И я пошел. Что, твоя другая? Нормальный. Ну, не резкий такой, нормальный. Не резкий. У нас, кстати, сирень там растет в нашем районе. У нас вот сажают. Но она не такая густая. Она там, знаешь, кустики такие тщедушные. Скорее всего, нет. И она цветает прям вот буквально за неделю, наверное. Только-только вот расцветает, и все, уже нет ее. Олесечка. Это моя подружечка. Когда мы познакомились? Когда мы здесь дачу купили, да? Мне, наверное, было лет... Мне 14. Ну, мне, значит, 16 уже было на тот момент. Вот. Немножко фокус. И вот она... Не будем считать, сколько сейчас. Дошло лет. И вот она смотрит, оказывается, мои видео. Ты первый раз об этом слышишь? Здорово. Мне так приятно следит за нами, за нашей жизнью. Ну, я, кстати, да... Мне очень интересно. Я снимаю только... Как бы вот... Здравствуйте. Первая, как бы сказать, причина, по которой снимать начала, чтобы вы те, кто здесь, да... И для родителей. Ой, сыночек, спасибо. Всем раздариваться, если ты молодец. Мам, расскажи, кто такие клещи. Вот молодой человек не знает, кто такие. Давайте лучше не будем они. Это такая гадость. У вас есть клещи? Есть, есть. Они такие же зловредные? Не, ну, они зловредные, но их не так много. Очень много. В основном... Да. Знаешь, как по сезону случается? Иногда... Стой сюда, идите. Куда надо идти? Разве лесные. С ручкой. У нас в этом году вся эта вишня замерзла. Да смотри, у всех... У вас многие деревья не открылись. У нас-то нет. У нас чего ей мерзло? У нас было дерево. Нет, я имею в виду у мамы. А у мамы яблони замерзло. Насчет вишни я не знаю. Вот часть яблони. Вот, ты смотри, какие вишни все. Да, уж жалко. Все замерзли. И везде по всем вот этим вот сюда, да? По всем участкам все вот так замерзло. Да и жалко. Конечно, жалко. Вот наш забор. Да, я уж вижу. Никита любит меня с детьми возиться. Молодец. Но раньше же бы с этого вот забора не было. Да нет, конечно. Сейчас везде все вот такие заборы понаставили. Вот, вот такие у всех были заборы. И нормально было. У кого-то вообще не было заборов. Легких путей не ищем. Параллельно. Как овраг. И по весне здесь всегда вода. Вода? Это тоже участок чей-то. Ну, красиво, да? Да. И травка такая зеленая. Как это сейчас? Вот так вообще, как поле для гольфа. И смотри, елочки, да? Да, вообще очень красиво. Все, мы пришли, но пляжа нет. Да, пляж затоплен. Пляж затоплен. Каждый день. А вы с Никиткой докуда дошли тогда, в прошлый раз? В прошлый раз так же было, Лен. Да? Да, это три недели назад было. Получается, три недели. Вот смотри, Девран, не подходи близко к воде. Там очень круто, сынок. Не подходи. Круто. Девран, иди сюда. Круто. Вот это вот все. Сколько вот, например, идти? До скольки пляж? До середины это точно пляж, да? Да, да, да. До середины точно будет пляж. И здесь... Пляж сам по себе же широкий. Лови! И песок мелкий. Здесь песок очень мелкий, да, золотой песок. Аслан, близко не подходите. Никит, пожалуйста, не делай. Я прям боюсь, не могу. В воду упадешь. Я хотела вид показать. Девран, близко не подходи. Вот здесь у нас горы. Глина вон смешная. Ну да. Можно проскользить хорошо. Вон. Отака! Да, вот отсюда, сынок, кидай. В прошлом году, почти до августа месяца, вот это вот было. Представляете? Да ты что? Да. То есть вот такое вот затопленное все было. Ну, не до августа, может, до конца июля. Но в июне точно весь пляж был затоплен. Аслан, Девран, близко к воде не подходи. Да, нет. Вот, песок с глиной. Олесь, ну и ладно, ну и пусть, зато чисто, зато грязи нет. Ну, зато я думала поиграть, как сказать, в мячик с детьми здесь. Смотри, что трава мне сделала. Затопленное. Птицы поют. Смотрите, какие дерево формы огромные. Если хотите, мы можем туда, на Конский пляж, пешком сходить. Да, видите, удачики. Зато там классно. Ну, возвращаться, а что делать-то? Вон, смотри, дерево. А, поваленное дерево. Оно лежало вон там, в прошлом году. Его течением унесло, что ли? Его течением, а посмотрю, оно какое огромное. Представляешь, как его... Это чинар! Ты думаешь, что это чинар? Да. Давай в следующий раз с него гипсы полеги. Вам когда снимать? Ну, через неделю уже можно съездить, снимок сделать. Ну, видишь, он как... У него трещина? Трещина, да. Да, он с облако переломит. Он и так хорошо лазит? Он и так, да, нормально ему. Как он так неудачно упал? В садике упал, я не знаю, каким образом он упал. Меня аж не было. Учительница позвонила, говорит, он плачет. А как ты? Успокоиться не может. Ну, видимо, больно, да. Давай, я тебе помогу. Держи мячик. Аслан, удочку ношу. Мне помоги. Это не я. Никитка нашел, что ли? Нет. Олеся. Все? Да. О, ты уже туда ушел, да? На, на тебе мяч. А, да, я забыла. Ну, давайте пойдем тогда туда. Да, давайте тогда времени будем терять. Пошлите. Да, потому что там... Вчера-то вы ездили быстро съездили. Ну, конечно. С точком-то не так быстро получится. Никита. Так, у нас... У нас мяч уплывает. Уплывает к нам. Девран, стой, стой возле меня. Не ходи туда. Сейчас он подплывет. Аслан, не подходи к воде. Сушим спасенный мяч. Постилю покрывалочку, буду лежать, отдыхать. Пикничок устроился. Ну, это так вот, я смею. Ну, а чего? Почему бы и нет? Ой. Пойдем дальше или нет? Или все? По-моему, дети уже не хотят никуда. А я хочу. Пошлите, я могу их, в принципе, оставить. Аслан-то пойдет. Вот маленький, не знаю как. Идем мы на Конский пляж, куда мы вчера ездили на квадроцикле. Потому что возле, возле нашего пляжа. Все зато, да. Все зато, да. Поприветствую там всех. Я выше, чем он. Вы же Никиты, что ли? Круто. Все, аслан теперь на мне будет ехать. Ну вот. Вон какие лопухи. Видишь, хорошо, нормально прошли, да? Да, да, да. Потому что, я говорю, в прошлом году такие-то дворосли были. Я бы не рискнула сейчас лезть. Потому что и змей, мало ли. Ну, в этом году змей я не видела. Смотрите, какой лес. И там вода. Это все осталось от этих. От разлива. От разлива, да. Вот когда мы были маленькие, я здесь вообще, я здесь лазила одна и собирала ежевику. Вот это вот здесь много все ежевиковых кустов. Дети, стойте! Олеська вот уже боится. Говорит, Лена, ты далеко не уходи. Нет, я спущусь до туда, до этого разлива. Дети, вы за мной не ходите. И я ходила здесь одна, круглыми сутками, собирала эту ежевику. Это знаете, какой кропотливый труд собирать ежевику? Я буквально, знаете, целыми днями за ней здесь лазила. По ягодке, по ягодке. Ее еще много тут не было. Собирала. Вот, это разлив. И вообще было не страшно. А сейчас я даже представить себе не могу, что я сюда зайду одна. Серьезно? Такой лазь не бывает. Вот такой бывает. О, еще лучше. Последцы. Вот мы дошли до речки. Я не знаю, дойдем мы до того пляжа или нет. Все-таки далековато. И Девран уже как-то вяло передвигается. Там вначале три машины стояли. Рыбаки рыбу ловят. Вот прямо наверх этой горы мы залезали. Там есть осканыжский палец. Но его сейчас отсюда не видно. Вот когда мы до поворота дойдем, его будет видно. Ну пойдемте, до поворота-то мы точно дойдем. Что, сынок, устал? Вот еще рыбаки. Олесь, вон там дорога есть, не знаешь с той стороны. Сынок, да ты видишь, плачешь. Какая рыбалка. О, давайте мы тоже посмотрим. А вон, смотри, дяденьки рыбу наловили. Ну-ка, Никита, открой пакет, пожалуйста. Во! Ух ты, класс! Запах! Совсем не такой, как на море. Запах речной рыбы. Забран, не трогай, не трогай, это чужая рыба. Забран, не трогай, не трогай, это чужая рыба. Там тоже рыба, да? В пакете тоже рыба. Нет, рыба там. А, ну там я уже все сняла. Красота. Вокси. Караман, 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 караман. Караман, карам, 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 карам. Ой, баклёвка, брачка. А сейчас какая поймалась? Ваня. Густерка, хорошенькая. На эту гору мы лазили. Меньше отсталось. Раньше деревня выстала. Все, виша блысела. Мы же как карабкались. Мы за дерево хватались и дальше, дальше, дальше так лезли. Мы прям вообще по отвесной скале этой лезли. Да, там очень круто. А твой папа еще и с камерой туда лез. Ну. Я всегда с собой беру видеокамер. Да, да, да. Ну дай, пожалуйста, отпаляй, отпаляй. И здесь должен быть еще палец. Паляй. Я его подошью. Линоль, смотри быстрее, кого я тебе нашла. О, это первый раз. Она такая мохнатая. Сейчас я ее сниму. О, прелесть. Кто вкусный? Цветочек? Да. Гусеничка. Он и красивый. Аромаш поделяет? Сынок, не кричи. Сейчас иду, иду, мой хороший, иду. Я ее пока не видела. Она, наверное, подошла. Это муравейника Аслан нашел. Я смотрю вот так руку. Девран, смотри, какой большой муравейник. Не нравится мне. Ай-яй-яй! Ай-яй! Кусица! Аслан, ну чего ты кричишь? Там гигантский был. Я когда строю гигантский муравейник. Ты думаешь? Да, они же едят. Тогда надо ее убрать отсюда. Это вы их раззадорили? Что-то они носиться начали. Муравьишки забегали. Он не засасывается туда вот. Ты там только кусты не поломайся, но... Развернуть его надо, Никит. А, он знает, как назад? Ну вообще... И у тебя теперь машина появилась. Да, так вы устали, молодежь. Да. Вот так. А вот это закрытый. И на ключик-то закрытый. Туда не выедешь. Машина сзади. Стой, машина сзади. Стой, 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 не едь. Вперед. Вперед. А у него прям такая чертовщинка в глазах. Ты что? Если что-то как бы это... Он, наоборот, его это так веселит. Так что надо загонять обратно. Железного коня. Держись крепко. Поехали. 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 Продолжение следует...